Привет, мои дорогие! Здравствуйте! Снова я с вами. Рада, рада, очень рада тому, что мы сможем с вами теперь смотреть большие расклады и продолжаем. И пока меня не было, интересует меня такая тема, что же в пространстве, что в вашем пространстве. Посмотрим, есть ли какие-то мешающие факторы, есть ли какие-то вражины. Посмотрим по всем четырем сторонам, что происходит в вашем пространстве. Я посмотрю даже больше, по шести сторонам, по четырем сторонам, если брать площадь, и, естественно, вверх и вниз. Посмотрим, что происходит. Итак, посмотрим ваше пространство. Раз, два, три, четыре. Вверх и вниз. Так, ну вот так, будем смотреть. Итак, ничего загадывать не надо, мы проверяем диагностика нашего пространства, мои дорогие. Так, что здесь у нас? Здесь что-то с денежками связано. Давайте смотреть, никто ли на эти денежки не зарится, насколько все там интересно. Потому что там все, что вижу, северную часть, да, северная часть нам подсказывает, что у нас там, в принципе, денежно. Так, опа, кто-то вас запугать хочет? Ха, нет, не получается. Слушайте, вас кто-то хочет ресурс, ресурс вас себе забрать, да, то есть стянуть, как говорят. Нет, я здесь вижу манипулятора чистой воды, который хочет стянуть этот ресурс, хочет кто-то запугать. Вы очень изобильная, мощная такая женщина, которая, вот эта энергетика в вас, денежная, прям светится. Или это сейчас такой период у вас, да, наступает, и это чувствует кто-то. Кто-то хочет вас запугать. Кто-то, да, блин, просто кто-то хочет отобрать ваши ресурсы. Вы слишком быстро двигаетесь. Это знаете, когда, возможно, вы вырвались из той среды, вырываетесь, которая была для вас когда-то нормальной, да, то есть зона комфорта, из которой вы сейчас благополучно выходите или же просто вырываетесь, да, вот по этой карте. Вас пытаются затянуть туда, представляете? Затянуть обратно, нечего вырываться. Представьте, ведро с раками, да, сидят они там все, прям доверху набитые, прям вот даже выше. И что? Ну, я думаю, что вы понимаете, да, что раки никогда не закрывают крышкой. И вы знаете почему? Потому что, как только один попытается вылезть, его тянут тут же к себе назад и другие раки. Поэтому ведро с раками закрывать не приходится. Вот так и вас хотят сейчас буквально затянуть назад. Кто-то хочет запугать. Куда вылазишь? Куда вылазишь, нам необходим твой ресурс. А кто это? Мне интересно, хорошо, кто-то чудовище. Шестерка азартов. Ну, либо вы от этих людей когда-то зависели. Они вам как что-то могут дать и как-то привлечь вас. Либо наоборот, от вас они зависят. Кто это? Кто это? Следят за вами. Учат вас чему-то. Считают, что вы недостойны той жизни, которая будет у вас. У вас намечается огромный период, огромных перемен. Вы можете вырваться из вашей зоны комфорта и стать невероятно знаменитой, богатой, успешной. Понимаете? Вот этот. Это как ваша жизнь, ваша стюзиан. Здесь же кто-то пытается запугать. Ну, смотрите, что у нас тут. Да, девяточка против девяточки. В принципе, кажется, силы равны. Но они... Вот эта вот негативная энергетика, их, видите, паш против императрицы, что может сделать? Да ничего. Это неизвестно. Ну, я просто сейчас по энергетике карт читаю. Я не вижу, кто это. Это люди, которые, вот я сейчас считываю, да, которые вас, ну как, может, воспитывали, я не знаю. Или же были с вами. Это некая среда, в которой вы были долгое время. Может, с детства были, естественно, с рождения даже, в которой вы жили. Но сейчас вы выходите из этой среды и становитесь совершенно другим человеком, кажется вам. А вы просто возвращаете себе свою жизнь. Да, свою судьбу. Вот так. Эти люди остаются на прежнем уровне. Но они, видите как, считают себя вашими учителями, наставниками, кормильцами. Кто же... Ну, вы победите, победите. А вас будут говорить, много людей будет говорить. Хорошо, кто эти люди? Почему они вас пытаются запугать? Ну, все-таки. Это зависть какая-то, естественно, да? Когда один рак вылазит из ведра. Справедливо. Кто эти люди? Но они хотят подняться за вас счет. Кто эти люди? Этот мужчина показан. Кто эти люди? Мне не интересно, непонятно. Мужчина почему-то... Нет, у вас идет мужчина к вам. Тут все. А вам вообще говорят, смотрите, по справедливости к вам сейчас в жизнь врывается офигенная возможность. Это больше, чем возможности. Вы получаете подарки от судьбы. Потому что реально старались, да? Вот поставили цель и не видели препятствий никаких. Шли, шли, шли к этой цели. Вам вообще... Я сейчас спрашиваю, кто эти люди? Вам говорят, вообще забей на то, что происходит сейчас. Потому что ты не просто вырываешься вперед, ты этим людям сможешь потом помочь даже. Если захочешь. Но тут не про то. Меня сразу же поворачивают в другую сторону и говорят, что по справедливости тебе сейчас идет буквально огромные подарочные возможности от Вселенной. Мужчина, судьба и победа. Это может быть просто показано обществом. Это о том, что нет пророка в своем Отечестве. Это может показан быть какой-то коллектив. А вы уходите в другой коллектив. Понимаете? Это то, где вы очень долго были. Или может быть даже там всю жизнь. Может год. Вы оттуда уходите. Подпитываться вашей энергетикой было очень интересно. И очень для них прикольно, знаете. Но не получается. Все. Вы будто бы проснулись. Вот. Вам, кстати, могла какая-то информация приходить. Да. Вы вырываетесь к своему солнцу. Замечательно. Хорошо. Вот, значит, так. Это супер. Супер. И здесь девяточка ваша с императрицей. Она просто перекрывает все зависти, все завистливые взгляды тех людей, которые остаются там на дне. Которые не хотят с вами расти. Которые не хотят, чтобы выросли. Которые не верят в то, что вы можете что-то в этой жизни. Которые думают, что вы вообще ни к чему, ни как, ни напредатны, господи. Как, не способны ни к чему. Что-то такое вот прям идет. И вы оставляете их вот там, вот за той решеточкой. Смотрите, наша карта. Сейчас курсорчик. Ой, этот фокус. Видите, как вы смотрите богатая на то, что... Вот женщина, да, богатая смотрит. А за решеткой стоит бомж. Ну, бомж, не знаю. Вот так. Зомби там, конечно, это таро-зомби. Хотели напугать, но не получится. Вы слишком яростный рачок, который вылазит из этого ведра с раками и идет вверх. Так, может быть, крылья появились у этого рака. Так, хорошо, дальше смотрим. Так, что-то здесь у нас... Что-то здесь у нас... Пятерочка, хочу сказать. Там какие-то злопыхатели. Как раз на вашу ресурсность, видимо. Или же тут есть так. Смотрите, я вижу здесь какая-то дырка, через которую уходит ваш ресурс. Я пока не вижу, это кто-то создал извне, или же это вы сами. Сейчас посмотрим. Это как бы... Знаете, что мне говорят? Если вы женщина, это вы... Или мужчина, это вы сами создали. Это вы сами... Или если женщина, да, смотрит, я тут вижу, что вы как связались не с тем мужчиной. Вот тут может быть. Но это вы сами. Это вы сами создали вот эту... Как это? Трубу, через которую, я не знаю, какое-то отверстие, через которое утекает ваш ресурс. Я прямо его вижу. Если мужчина, а вы точно так же, да, вот вы могли быть императором, да, А вы создали что-то такое, куда утекает ваш ресурс, какая-то брешь. Какая-то брешь. Давайте еще раз посмотрим. Что это? Давайте закроем эту дырку. Что это такое? Вы не за то боретесь. Что-то не за то боретесь. Ну, ничего, это скоро закончится. Придется благополучный конец. И вы уйдете. Не за то боролись. Может быть, уже у вас такое происходит. Вы сейчас латаете вот эту вот дырку. Латаете в ткани. В вашем брезенте латаете. Уже заканчивается эта полоса. И я вижу, что латочка будет очень крепкая. Вы отрежете вот этот энергопоток, который шел куда-то не туда. Если женщина, вы какому-то мужчине отдавали не ту энергию. Вернее, свою хорошую энергию. Он пользовался этим, добывал себе ресурс. Может быть, даже начал хорошо зарабатывать. Но никому об этом не говорить. А вы боролись за него? Это не тот путь. Это не тот путь, говорят. Вот так. Вы отрезаете или отрежете все-таки. И залатаете вот эту брешь. Знаете, что он будет? Вы как-то проверочку кинете ему. Если мужчина, здесь точно так же. Вы залатаете эту брешь. Это что-то с вашими возможностями идет. Мощными. Может быть, кто-то подвел вас. Какой-то партнер. Но вы... Вы проверите. Хорошо. А к чему это приведет? Вы восстановите свою ресурсность. Здесь восстановите свою ресурсность. Вот это тут золотаете здесь эту ситуацию. Да, поменяется все. Там оно так золотается, что будет как новенькое. Хорошо. Значит, ресурс ваш сохранен. Если это денежный ресурс, денежный ресурс будет сохранен. Никуда это не утекает. Вы восстановитесь. Сложно будет восстанавливаться, я вижу. Очень сложно. Очень сложно. Но у вас получится. Вы будете постепенно, шаг за шагом, все это дело налаживать. Какие-то... Вы знаете, когда садитесь за стол и все счета смотрите. И так, значит, туда распределила. Туда, туда, туда. Вот этот ваш бюджет. И все это будете считать. Красивенько все наладится. Отлично. Замечательно. И прорветесь. Сейчас тут совет какой-то может быть. А что это за... Если вы женщина, что это за мужик такой? Кто-то такой вообще. Звездой себя возомнил. Ах ты! Вот он. Будет проявляться, девочки. Представляете? Смотрите. Здесь будет проявляться. Ему необходимо что-то от вас. Ну... Он ничего ему не может дать. Я так вижу, что вы прям его... Ай-яй-яй. Смотрите. Если будет проявляться... Он может даже что-то... Тут здесь две королевские карты идут. Там и там. Еще и рыцарь. Он берет вашу энергетику. Хотя кажется, что он вам что-то дает. Ничего он, девочки, не дает. Вашей жизни перевороты какие-то. Последить за вами, естественно. Что он вам может дать? Слезы может дать, блин. И... Но вы вырветесь. Все, девочки. Вы наладите. Смотрите, какой беспорядок был в жизни у вас. Как только появился этот мужчина, у вас какой-то в жизни беспорядок. Деньги куда-то утекали. У вас что-то могло происходить такое, что совершенно вам не свойственное. Какие-то беспорядки. Вот в жизни, в семье что-то происходило. Все наладится. Давайте, разбирайтесь. Вот, смотрите. Замечательно. Вы как будто придете в себя, по щекам себя побьете. Из этой луны выходите. Вот где она там. Вот она. И все. Кстати, там, возможно, какие-то сны вам приходили вещи. Или кто-то спал не очень хорошо в последнее время. Так, ну что. Видите, как тут у многих еще вот эта брешь есть. Есть. Видите. Поэтому услышали, усекли, посмотрели, поблагодарили. Спасибо, рассказали и все. Хотя я за этим не гонюсь. Так, смотрим сюда. Дальше. Троечка мечей. Троечка мечей. Что такое? Кто тут сердце вилками и ножами режет? Кто-то съесть хочет ваше сердце? Какое-то сердце жуль. Кто такой? Пупсик. Ах ты. Пентакливый король. Кто там? Это не он тут беспорядочный этот мужчина? Кто-то вам сердце разбил, мои дорогие. Или очень хотел это сделать, но не удалось. Я надеюсь. Теперь сам ревет. Боже мой. Теперь сам сидит в страданиях, запакованный в каком-то одиночестве. И плачет. И о вас думает какой-то мужик. Хорошо. Троечка мечей. Что, вредит вам, что ли? Вредит? Вредит ли он вам? Но он... Господи, откуда мушки? Не поняла. Он вообще-то считает, что вы неразделимы. И что вы его. И больше ничья. Вредит ли он вам? Вредит ли он вам? Слушайте, очень похожа энергия на эти. Но может быть для кого-то это другое что-то. Есть вот какой-то человек, который считает, что вы его. И больше ничья. И он, в принципе, агрессивно очень к этому относится. Всех порежу, порву. Она моя. Но это, знаете, не борьба за вас, за вашу руку и сердце, чистое и честное. Это борьба, знаете, какая подлая. Вот так вот. Он может вас угнетать, стараться. Но он понимает, что вы не просто... Он, знаете, как, может еще говорить, что вы ровня, но тут нет. Тут энергии вроде как ваша выше. Кто-то такой вообще. Кто-то такой. Смешался с землей, господи, прости. Такая идет информация, не знаю почему. Конец ему. Не знаю, конец. Пытается еще судить, что ли? Это как? Так, чтобы ты его спасла. Чего вам делать тут? Так, что за мужик и что с ним делать? Ему пришло наказание, девочки, какому-то мужчине, который вас, может быть, обижал. Пришло огроменное наказание на его седую голову. Две карты идет. Допрыгался, говорят. Сейчас ему жизнь такие задания дает. Обалдеть. И закрыли его в этом же. Он видит вашу победу издалека. Все, издалека. Возможно, вы действительно какая-то яркая личность и поете на публике. Но он вас видит. Смотрите, вот вы. О вас пишут в газетах, а вот он в закрытой клетке. А что такое? Хорошо. Вам совет здесь. Совет. Совет, 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 совет. Посмотрите. Вот так. У вас где-то в запасе, в загашнике, где-то есть вот такой вот, я не знаю, как это оружие называется. Какой-то пулеметик. Вот. Ну, не пускайте его в свою жизнь. Вы так счастливы, без какого-то, не знаю, очень плохого слова идет. Да, конец. Так. Ну что ж. Я думаю, что вы участница разгрома в жизни человека, который... Который вам когда-то мог довольно-таки сильно доставлять неприятностей даже больше. Да, то есть это могли быть конкретные... Такой жизненный период, когда вы буквально не могли ничего сделать. Да. А этот человек... Или зависели, может, от него. Ну, у вас сила есть уже. Все. Сила препятствовать этому. Ну и слава богу. Кстати, тут идет... По справедливости какой-то человек к вам. Ну что ж, хорошо. Это может быть... Знаете как? Вот как замена какая-то. Здесь я не вижу. Может быть, это даже не про любовь. Но вот по справедливости что-то вам идет. Что-то вам идет. Будьте спокойны. Что идет? Что-то новое. Ну кому-то то, что вы хотите. Кому-то новая любовь. Кому-то новый бизнес. Кому-то новая работа. Что-то идет такое новенькое и классное. Как взамен того, что вот вы потерпели. Да, образовалась такая вот ниша свободная. И в эту свободную нишу сейчас идет что-то хорошее. Замечательно. Это знаете, когда отпускаешь человека. Вот. Тогда приходит что-то хорошее. И пока не освободишь шкаф от старых вещей, часто бывает новое туда просто не положишь. Правда ведь? Вот так. Рэнди Гейдж, помните, сказал? Ну кто знает. Ну не важно. Это в общем очень известный бизнесмен. Он что-то сказал. Что представьте сундук, да. Который набит всяким лохмотьями. Приданным. И туда хочется положить, втиснуть что-то новенькое и классное. Но не получается. Надо вынуть сначала старое. А лучше убрать вообще все старое. Так. Дальше. Смотрим здесь. Семерка Коукав. О боже. Что же там такое? Я тут вижу, знаете что? Как-то головокружение, головные боли. Что такое? Так. Закружилась голова от звездной болезни. Или что здесь? Стоп, стоп, стоп. Это предупреждение. Пускай не закружится голова от чего-то такого, где вы достигнете успеха. Да. Потому что... Стоп. Подождите. Тут кто-то хочет перекрыть дорогу. Ловите подсказки. Так. Сейчас ловите подсказки. Сейчас прямо. Кто-то хочет перекрыть дорогу. Смотрите. Кто-то хочет повернуть вас. Куда-то. А куда это? Или что? Знаете для чего? Кто-то хочет повернуть вас туда, где вами можно спокойно управлять. Очень резонирует с этим всем. Ведь правда же. Кто-то хочет вами управлять. И вот так, знаете, когда вы идете, идете прям напролом. Тут колесница, извините. Какой-то воин по жизни. А кто-то думает, что самый сильный и становится у вас на пути. Говорит, что не туда идешь. Давай туда. Давай туда. Там вами можно, знаете, так аркан надеть на шею и управлять. А кто ты такой вообще? Давайте посмотрим. Тем более этот человек или люди, или кто там они есть. Они с вами пытаются дружить. Кто такие? Говорят, не туда. Давай вот сюда. Вот сюда. Туда не ходи. Ходи туда, куда мы ходим, говорят. Так, спокойно. Значит, ну вам этого общения с ними было не избежать. Но им уже что-то летит, я вижу, да? Кто такие? Ну, потому что им летит, если вы отрежете веревочку, связывающую вас с этими товарищами, которые хотят с вами дружить, они умрут без вас. Они не смогут без вашей энергетики. Кто такие вообще? Кто такие? Хотят отхватить кусочек. Нет, это люди какого-то вообще неизвестного. Как говорят, общество. Это общество. Они в обществе. Это может быть на работе. Это может быть коллектив какой-то где-то. И вы причастны к этому коллективу. Вы общаетесь с ними. Такие злые на язык. Могут вас подкалывать. Кто это такие? Тетка есть такая одна там. Но вы вырываетесь. Вы знаете, вы как-то, как будто бы другая. Может, они любят посплетничать, посудачить, говорить гадости на людей. В глаза говорят одно, за глаза другое. Вот такое. В глаза улыбаются, за глаза начинают вредить. В спину втыкать, ножи. Ну, вы такая светлая. Вы своим светом. Вы еще некая. Ну, как ведьма-то, что ли. Хорошая. В хорошем смысле. Ну, это та ведьма, которая связана с Богом. Вы слышите Бога. И вы идете в направлении его. Вы говорите, знаете, я понимаю, что вы хотите, чтобы я пошла туда, но... Или просто ничего не говорите, а просто идете туда, куда вам нужно. Но тут кто-то в иллюзиях, что он получится у него. По старой памяти руководить вами. Не получится. Вот не получится. Не получится. Это, может, мужики. Мужик какой-то. Мужик. Знаете, я вот не зря сказала мужики. Потому что у кого-то прям цепна реакция. Один, второй, третий. Они какие-то все на одного похожи. Поэтому, наверное, это оговорка совершенно по Фрейду. Вы говорите, стоп, обрезаете все привязки. Вот, девочки, тут просто у некоторых даже вот просто обрезаете все привязки, отрубаете вот таким топорищем все привязки от всех бывших. Да. Как это получается? Ну что ж. Вот и хорошо получается. Да, стучи, стучи, не достучишься. Вот и замечательно. Опять же говорят, что взамен этого идет новое что-то. То же самое идет. Взамен этого уже спешит новое. Как только ты говоришь, стоп, не надо мне там звонить, писать, уходи. И один, второй, сколько там у кого-то. Потому что мне тут не просто так тут шло. И они как, знаете, один на одного похожи. Только с разными какими-то тараканами и причудами. Вот. Может быть, и не в них дело, да. Оказывается, все-таки в том, как вы относитесь сама к себе. И вы полюбили себя. И вы говорите, да, свидос. Всем, кто так себя вел. Здесь, не знаю, такой жаргон идет. Вы чувствуете, что вот именно от этого мини-раскладика здесь идет какой-то странный жаргонистый такой. С кем-то вы тут связались таким низшего уровня, чем боем, что-то такое, тусовщик какой-то. Блин. Злится на вас, капец. Один из них. Вот так вот. Так, вам совет здесь. Отрезали и до свидания. Вам совет здесь. Взлетайте к своей звезде. У вас ресурсов очень много. Очень, боже мой. У вас там такой человек вас ждет, если вы поотрезаете все эти привязки непотребных отношений. Замечательно. Так, смотрим вверх и вниз. Так, давайте сверху посмотрим. Любовь, морковь. Вы посылают сверху. Ваши ангелы, любовь, вашу стезю показывают вам. Там, где вы будете счастливы. Ой-ой. Ой-ой, смотрите, солнце. А здесь у нас мечевой туз. Тут такое вот, то ли вы окончательно такая, знаете, так, все, хватит. И к старому не возвращаюсь. И солнце, ну вы прямо вот светитесь. Вы идете действительно своей дорогой. Вы понимаете, что эта дорога божественна. Вы сейчас идете, пока не понимаете, что это за шикарное такое вот светится вокруг. А это вы сияете. Это вы сияете божественным светом. Так, тут больше ничего не могу сказать, потому что это такое интересное. Давайте я совет разве что дам. Тяжело осознать, тяжело понять. Но тут... Давайте так, земным языком скажу. Улучшение всех сфер вашей деятельности и существования. И вот это связано с вот этим всем. Это как, знаете, вот подтянули, протянули ниточки золотые к каждому из этих состояний. Наладили. Жизнь. И у вас это все как-то прошло. Проходит и благополучно. Не без труда, но вот благополучного. Решение просто замечательное. Вы выходите в свой свет, в свое сияние. Вы как душу свою находите. Соединяете части этой души. Вы другая, совершенно другая здесь идет женщина или мужчина. Вы не просто находите свою дорогу. Вы еще по этой дороге ведете других людей, которые вместе с вами могут так же меняться и менять свою жизнь к лучшему. Нашли своего бога внутри. Нашли свою душу. Собрали душу из частей каких-то и идете вот так. Хорошо, красиво и замечательно. Так, давайте посмотрим вниз, как интересно. Опачки. Низшие, высшие вернее, темные энергии вам дают денежки, богатства. Вот так, материальное вам дают. Десяточка. И плюс это еще не сама, да, как в девятке, когда пришлось бороться, это в семье. Ты будешь не сама. Здесь есть жена и муж, дети, собаки. Здесь есть даже те, которые создают этот уют для вас. Которые зависят от ваших... От того, какую зарплату вы им платите, понимаете? Вот так. Так что дьявол дает вам материальное. Материальное в семье, сила ваша удивляет. Эти ниш, ну как, вот эти вибрации, да, которые создаются, материальные вибрации. Вы удивили самого князя тьмы, видимо. И он говорит, говорит, если он может говорить на латыни, наверное, говорит, победительница, шикарная женщина. Не зазнаемся. Не зазнаемся, потому что тут тут же предупреждения говорят, что если ты начинаешь себя привязывать к материальному и возгордиться, а тут что-то вот как-то не так идет. Но я вижу, что у вас все должно получиться. Берите в свои руки этот элемент, который вам дается. Вам дается материальное. Будьте, знаете как, вершителем своей судьбы. Энергии, которые вам не нужны, нужно уходить от них там, где вам некомфортно. А то, что вас как угнетает, оттуда нужно просто бежать. Вот этот меч, знаете, как отрезала и вышла. Что-то тут еще идет такое интересное. Ух ты, смотрите, у кого есть человечки, которые зависят от вас. Кто они такие? Ваши подопечные какие-то. И вы прям за них переживаете. У них все будет прекрасно, дорогие мои. У них все будет прекрасно. Вы как пример покажете им. Тут и любимый человек. Господи, знаете, темный мир тоже умеет раскрываться перед вами. Вы сбрасываете с плеч своих какие-то тяжести. Человек приходит в вашу жизнь, говорит, что тебе не нужны эти тяжести. Давай я возьму их на себя, лучше вообще скинь из себя их. Я буду делать большее для тебя. Да, тут кто-то влюбится в вас. Во многое дают. Тут и материально, и человека. Он будет для вас... Ну вот, посмотрите, отношения императрицы и рыцаря. Ну как, работать для вас будет. Но вы очень щедрая душа. Не в плане денежном. Может быть, и в денежном. Но тут, вот знаете как, вы не позволите, даже если это какие-то отношения неравные, и вы видите, что ступеньки разные, да? Но человек просто вот за вами упадает. Он как рыцарь перед вами. Он делает всё для вас. Будет такой человек у вас. Но вы не позволяете себе переходить границы дозволенного в плане прям управлять человеком. Здесь хорошие могут быть отношения. Да, прекрасные. Ваши способности будут раскрываться. Вы будете многого достигать. И вы сможете... И этот человек вам подтягивается. Вы видите, как... Какой-то интересный мужчина идёт. Судьба ваша. Да, ну здесь, в принципе, свадьбу показывает. Тут очень много пересечений с тем, что было уже сказано. Вам единственное, что говорят, меньше страхов. Вы настолько сильная личность, что... Хочется сказать, страх не к лицу. До вас не достанет никто. До вас, да, до вашего... До вашей души уже никто не достанет. Серьёзная, изобильная женщина, которая знает, чего нужно ей от жизни. Совет. Окей, совет. Так, знаете что? Не забывайте тех людей. Те люди, которые сделали вам добро. Никогда не забывайте. Кто-то что-то сказал хорошее. Кто-то, допустим... Не забывайте тех людей, которые делали для вас добро. Всё. Которые сделали для вас добро. Это люди, которые, может быть, вас воспитывали. И может быть, понимаете, как... Даже если... Ну, вот знаете, как бывает же разное. И тут тоже говорилось об этом. Что вы вырываетесь из этого. Но почему-то говорят, не забывайте. Не забывайте. Даже если вы вырвались. Будьте снис... Вот снисходительны. Вот так вот тут идёт. Будьте снисходительны к этому. Но, опять же, идите своей дорогой. Вы не должны жить чьей-то жизнью. И жить жизнью людей, которые остались. Но почему-то говорят, не забывайте. Выбрасывайте только тех людей, которые... Которые действительно мешают вам пройти. Видите? По жизни. Добро не забывайте. А зло выбрасывайте из своего пространства. Все, кто пытались подпитаться от вас, они будут отрезаны. Ну, тут так и говорят. Да, потому что вы прорываетесь вперёд. Вот он вышел сам. Представляете? Сам, который об этом всё это говорил вам только что. Не забывай, что с тобой это говорил 15-й, понимаете. А он такое... Он и даёт материальное, заслуженно. Заслуженно даёт. Но это и проверка. То есть тут проверка материальным идёт. Проверка. Я думаю, что вы выдержите все проверки. Ну, что значит выдержать проверку материальную? Не возгордиться. Может быть... Смотрите, тут у каждого своё. Я тут вижу, что будут проситься в вашу лодочку звёздную много-много людей. Вот поэтому вам были даны те советы, что смотрите, отсеивайте. Да, потому что может попасться такая крыса на вашу лодочку, которая просто подточит, столько дырок наделает в лодке, что потянет на дно. Так, давайте тогда вычлениваем эту крысу. Или же не позволит, если... Ух ты, кто тут у нас прячется? Ну, какие-то алчные создания. Знаете, как мужчины по натуре пажики, ну, никто. Вот дать ничего не может, да, а корчит из себя императора. Вот такое что-то. Ну, это говорят о том, что просто женщина пускала, да, в свою жизнь такую, но потом на плечо отрезала. Так. Вот так. Если мужчина, то точно так же, да, вы ведь могли пускать в свою жизнь совершенно ненужных людей. Дорогие мои, я благодарна вам за то, что здесь мы видели. Спасибо вам за ваши истории. Благодарю вот то, что я энергетически сочетала с вашего пространства. Мы увидели... Так, всё ли записалось? Замечательно. И взяли самое необходимое. Благодарю вас, мои дорогие, за внимание к моим видео, к этим советам, которые через эти видео идут. Спасибо вам за всё. До новых встреч. Пускай Вселенная вам дарит подарками в разы больше, чем вы даже это можете представить. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»